Фонарь даже не добивает до самой глубинной точки. Мне сейчас придется разобрать 5-метровую веревочную вестницу. Я уже спустился и нахожусь на самом дне питерской канализации. Итак, дорогие друзья, впереди Санкт-Петербург, Ленинград, город Петра, город Ленина, кому как больше нравится. С приближением города на трассе начинаются пробки. Ну а меня в ближайшие несколько дней в Питере ждет несколько очень интересных объектов. История питерской канализации порой похожа на приключенческий роман. С момента основания города строилась и развивалась сеть водоотведения. Вдоль улиц прокладывались водоочистные канавы, укрепленные деревом. А в екатерининские времена началось строительство подземных трубопроводов, прокладывавшихся под бостовыми. К началу 1860-х годов в Санкт-Петербурге насчитывалось 117 километров деревянных, почти 10 километров каменных труб, 520 смотровых и 260 очистительных колодцев. Но вся эта система была рассчитана на удаление атмосферных вод. Вся же бытовая канализация выводила специально отведенные для этого выгребные колодцы при домовладениях. Все стоки из домовых выгребов по мере их заполнения удалялись осенизационным обозом. Для очистки выгребных ям они периодически вскрывались и их содержимое вычерпывалось специальными ведрами и бадьями и переносилось в бочки или короба, которые дальше вывозились на места свалок за пределами города. А в период навигации на лодках должны были доставляться до Гутаевского острова и сваливаться там на поле. Однако на самом деле на лодках нечистоты редко довозили до острова. В основном их просто выливали в воду. Но из-за недешевой стоимости этих услуг домовладельцы стали незаконно подключать выгребные колодцы к существующим уличным водостокам. Такое положение вещей быстро привело к катастрофическому загрязнению городских каналов и рек. Запуск в эксплуатацию в 1863 году централизованного городского водопровода еще более усугубил эту ситуацию. За моей спиной глубинная шахта. Внизу на глубине 40 метров течет питерская канализация. В Питере, в отличие от Москвы, общесплавная канализация. То есть все дождевые стойки поверхностные, бытовая канализация и промышленная канализация, все эти стойки попадают в общий канал и отправляются на очистные. Вот так выглядит эта шахта. В дальнем конце мы можем видеть русской ходок. Здесь находится так называемый третьевой отсек для спуска крупногабаритных грузов. И внизу, на глубине порядка 40 метров, шумит бурный поток. Вот так выглядит ствол в луче фонаря. Фонарь даже не добивает до самой глубинной точки. И там находится русской ходок. То есть вот по дальней стене проходят металлические лестницы, с помощью которых можно спуститься в самый низ шахты и попасть в лоток сейчас рабочей ветвиканализации. А так выглядит один из стволов системы на схеме. Продолжаем спускаться вниз. У нас еще ручная кладь в виде веревочной лестницы. 5-метровой на случай, если будут проблемы где-то со спушком. Поэтому да, спуск займет некоторое время. Я бы сказал, нехорошо и продолжить свое время. И вот мы, наконец, спустились на нижнюю площадку. Под нами остался уже лоток коллектора. Нам осталось спуститься на один уровень, и внизу будет лоток коллектора. И вот под нами внизу уже находится сам канализационный коллектор. Естественно, все, сам коллектор строился по закрытым способам, при помощи щитовой проходки, поскольку мы сейчас находимся на глубине 40 метров в самом центре Питера. Под ногами здесь огромный слой грязи. Вот это грузовой ствол. К сожалению, он полностью не просвечивается. На такой глубине мы находимся. А сейчас я попробую показать хотя бы приблизительно вид на сам ствол. И вот над нами возвышается громада ствола. А под нами шумит сам коллектор. Насколько лестница не достает до конца лотка, мне сейчас придется разобрать 5-метровую веревочную лестницу, которую мы заблаговременно с собой взяли. Не предусмотрительно взяли. Правда, она слегка запуталась. Но я думаю, что это удовольствие. Так делает. Родин музыка. Родин музыка. Пока мы спускались, на нижних трёх-четырёх площадках можно было видеть мусор на липчем из тупени лестницы. Это говорит о том, что ствол очень часто затапливается на уровень вот этих вот трёх-четырёх площадок. И сейчас мне предстоит нависить лестницу. А высота от нижней площадки до лодка превышает 5 метров. Субтитры добавил DimaTorzok Все. Вуаля. Лестница закреплена. И нам остаётся сейчас спуститься вниз в лоток канализационного коллектора. В 1864 году была создана комиссия по устройству мостовых и труб для отвода нечистоты. И был объявлен конкурс на составление проекта по решению проблемы удаления нечистоты. Но ни один из представленных проектов не был признан удовлетворительным. В 1876 году был поднят вопрос о канализовании Санкт-Петербурга. Всего за полвека было рассмотрено около 60 проектов. И ни один из них не соответствовал поставленным задачам. Причиной тому послужили сложные топографические особенности города, построенного на болотистой почве, часто случающиеся наводнения и финансовые проблемы. После эпидемии холеры в 1911 году дело сдвинулось с мёртвой точки. Правительство обязало городскую думу Санкт-Петербурга в трёхлетний срок нормализовать санитарную обстановку в городе. И к 1912 году был разработан проект фекалипровода. Построенных в разных частях города фекалиприёмников, подземных бетонных резервуаров, которые бы свозились отходы с прилегающих районов. По мере наполнения их содержимое с помощью сжатого воздуха вытеснялось в трубопроводы. И по ним поступало в море или на свалки. В зависимости от положения конкретных фекалиприёмников. Фактически успели построить только один такой резервуар на Васильевском острове. Проект традиционной канализации был разработан и утверждён в 1917 году. Дальнейшие события заставили не только на долгое время отложить его реализацию, но и губительно повлияли на состояние уже существующей системы коммунального хозяйства Петербурга в целом. А наводнение 1924 года окончательно вывело из строя ещё как-то функционировавшие остатки старых систем водоотведения города. Завершить восстановительную работу удалось только в 1930-1931 годах. Итак, первый пошёл. Мы спускаемся непосредственно в сам коллектор. Делает это мой напарник, потому что он более опытный. Мой опыт лазания по подземным сооружениям, в общем-то, стремится к нулю. Ну, мой товарищ более опытный, поэтому он идёт первым, а я уже за ним. Ну как, там глубоко? Тут не глубоко. Говорят, не глубоко. Это утешение. Я уже спустился и нахожусь на самом, в самом низу, почти как у Максима Горького на дне. На самом дне питерской канализации. А моя напарница сейчас совершает спуск. Осторожно, последняя ступенька. Выдержит. Меня-то она выдержала. Вас тем более выдержит. Итак, мы внизу. Над нами возвышается 40-метровый ствол. Вот отсюда его можно просто замечательно запечатлеть. Где-то там, наверху, ленинградский асфальт, земля. В ту сторону коллектор уходит вниз по течению. И здесь мы можем видеть огромные, просто огромные направляющие, до которых когда-то крепился затвор. Почему его сейчас сняли или не поставили? Тяжело сказать, но вот здесь вот должен был находиться шиберный затвор, который перекрывает эту ветвь канализации. И, соответственно, сверху, по течению коллектора, который приходит, здесь тоже мы можем видеть такие же точно направляющие. А еще интересный момент. Вот там вот отплески света, совсем еле видны. Наверное, их не видно на камеру. Это свет, который пробивается с самого верха коллектора. Да, вот видно сейчас там маленькая, маленькая точка света. Это свет, который с улицы пробивается через неплотно положенную плиту, закрывающую один из отсеков ствола. Итак, я нахожусь сейчас на самом дне, в прямом спусе слога, на самом дне Петербургской канализации, в самом центре города на глубине 40 метров, ниже уровня асфальта. Мы отправлялись вглубь системы, с каждым шагом отдаляясь от единственного ствола, имеющего выход на поверхность. А причина для опасений у нас была портящаяся погода и вероятность дождя. Так как питерская канализация общесплавная, с началом дождя в коллекторе стал бы повышаться уровень воды. И вскоре после этого мы бы могли попасть в коллекторную волну. Здесь, естественно, очень высокая влажность, и в свете фонаря хорошо видна водяная взвесь, словно мелкая пыль. Мы приблизились к первой подключке, и вероятно, что здесь мы увидим еще одну шагку. Вот так вот не совсем обычно сделана эта подключка. То есть вода там течет из трубы. Не знаю, видно это на видео или нет. Из-за большой глубины заложения коллектора подключение к нему большинства канализационных сетей мелкого заложения осуществляется посредством трубчатых перепадов, совмещенных со стволом с узким ходком. А над нами очередной ствол. То есть мы вышли к следующей шагке. Такой же глубины. Вот здесь мы видим такой же людской ходок. Вся лестница увешана мусором. Но, как я уже говорил, это неудивительно, поскольку мусор вы видели даже на самых верхних площадках ствола. Лишь в начале 1930-х годов обратились к разработанному перед революцией проекту канализования Санкт-Петербурга. И снова был выбран Васильевский остров для начала пробной реализации этого проекта. К слову сказать, он предусматривал раздельную систему канализации. То есть поверхностные воды отводились по одной сети коллекторов, бытовая и промышленная канализация по другой. На ее строительство ушло 10 лет. Только в 1940 году была принята генеральная схема канализации Ленинграда, которая была разработана по общесплавной системе, когда бытовые промышленные истоки истоки поверхностных вод удаляются по единой системе коллекторов. Но эту свои коррективы внесла война. Завершить реализацию проекта удалось только к концу 1960-х годов. А все канализованные истоки отправляются в водоемы без какой-либо очистки. Строительство магистральных коллекторов с закрытым методом на большой глубине началось только в 1947 году. Подобная сложность обусловлена все теми же проблемными геологическими условиями. Почти половина из построенных после войны коллекторов проложена с использованием глубинного водопонижения и замораживания грунтов. Из-за такой большой глубинезаложения проводились многочисленные исследования по работе перепадных устройств. В местах подключения к магистральным коллекторам районных и более мелких сетей водоотведения сейчас функционирует более тысячи шахт и буровых скважин с трубчатыми перепадами. Еще через несколько сотен метров мы приближаемся к очередной подключке, которая имеет не совсем обычное сечение, не совсем обычную форму. и подключка это с теплой водой. Поэтому ниже по течению образуется сильный пар. На стенах подключки образованы очень живописные пенолеты из песка. И вот передо мной перепад. Мощнейший поток. Такое дело, что сюда даже приносит 60-60 кг воды. От потока воды образуется ветер. Это хорошо заметно, потому как ветер раздувает одежду. Интересно, что выход этой подключки в центральную ветку имеет очень странную форму сечения. Впервые вижу такое сечение, не совсем пойму, зачем так было сделано. Похоже, что мы приблизились к следующему стволу. Во всяком случае, здесь присутствует и лестница, и очередная подключка. И дальше диаметр коллектора уменьшается. Лестница, как всегда, увешанная мусором. И на днахе вознушается еще один ствол. Уходя на многие десятки метров вверх. А там мы видим людской ходок. Здесь мы видим один из поворотов системы. Теперь мы дошли до следующей подключки на низкое течение. Она выполнена очень похожей на ту подключку, в которую я ходил до этого. Но имеет обычное круглое сечение. Здесь интересно можем видеть стены, сделанные в виде камня. Скорее всего, это специальное покрытие, чтобы обеспечить защиту бетона от сильной волны. То есть отсюда из этой подключки бывает очень мощный напор. И когда он идет на систему, чтобы напором воды не размешался бетон, сделано вот такое необычное покрытие. До 1978 года в Ленинграде не было очистных сооружений. Все сточные воды напрямую сбрасывались в каналы и реки города. И только с открытием на острове Белом центральной станции аэрации часть нечистот стали перед сбросом водоемом проходить полную очистку. В 1986 году вступили в строй северные очистные сооружения. Начатое в первой половине 1980-х годов строительство юго-западных очистных сооружений с развалом Советского Союза было заморожено. Только к 2005 году они были запущены. На сегодняшний день в Питере проходит очистку 98,5% сточных вод. С поверхностными стоками дела до сих пор обстоят хуже. Очищается только около половины дождевых эталых вод. Остальная часть продолжает сбрасываться в водоем города без очистки. В сегодняшнем путешествии моей напарницей стала Светлана ведущая автора ведущая канала «Звездят Видео». За что ей огромная благодарность. Благодарность за то, что она принимает меня сейчас в Питере. Она сама ленинградка. И каковы впечатления? Дело в том, что сейчас объясню своим зрителям, что для Светланы это не просто первый поход в канализацию, а вообще первый поход в гидротехнический объект подземный. Как впечатления? Ой, впечатлений просто гора, а школы сошелятся на всех местах. Конечно же, огромная благодарность вам за то, что меня взяли с собой такую неопытную, которая доставляла, наверное, больше проблем, чем удовольствия в этом путешествии. Вот, тем более не знаю, как мой товарищ, но я, конечно, очень боялась, меня он же напугал тем, что вот эта вот огромная вот эта вся емкость, где мы сейчас находимся, гигантская, оказывается, при даже дожде средней степени заполняется почти до потолка. Ну, это так и есть. Поэтому адреналин, конечно, бьет из всех естественных отверстий фонтаном. Конечно же, наверное, в этом коллекторе самое интересное это стволы. Гигантские сооружения глубиной порядка 40 метров. Итак, мы покидаем Петроградскую канализационную систему. Объект этот очень интересный. Разумеется, мы посетили не все. Сейчас мы откручиваем лестницу. Без нее бы мы вообще не попали сюда, потому что железная лестница в самом низу срезана. И спрыгнуть-то, конечно, можно, но вот подняться обратно по вертикальной стене весьма и весьма затруднительно. вот так мы отлично отсюда выбираемся. Нельзя сказать, что на твердой земле, но на твердом подземелье точно. на этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам самого наилучшего. Не забывайте подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. И, конечно же, ждем ваших лайков. Субтитры сделал DimaTorzok